Друзья, всем привет! Доклад конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТОТ вызвал особое раздражение на Западе. По прогнозу ООН, в 2023 году Россия будет одной из немногих стран Ж20, экономический рост которых может ускориться. И что самое интересное, российскому валовый внутренний продукт пророчит росты в 2024 году. К удивлению экспертов ООН, общий объем российского экспорта газа и нефти, основного источника иностранной валюты страны, не сильно изменился, хотя основной удар санкций должны были нанести по энергоресурсам. Но как бы ни воспринимались выводы столь авторитетной организации теми, кто ненавидит нас, а с выводами международных экспертов приходится согласиться. Рост российской экономики в 2023 и 2024 годах предсказывает и организация экономического сотрудничества и развития. Международный валютный фонд уже трижды в этом году менял свои оценки в отношении развития нашей страны. В январе предполагали, что валовый внутренний продукт вырастет на 0,3%, теперь сразу на полтора и чуть меньше в 2024. Международный валютный фонд также пришлось признать, что после всех попыток Запада уничтожить экономику, санкционный режим, как пишет Алмай Адеин, лишь мотивировал Россию адаптироваться к новым условиям, и она с этим успешно справилась. Резко улучшил свой прогноз и Всемирный банк, никогда не отличавшийся благосклонностью к нашей стране. В июне зарубежные аналитики утверждали, что валовый внутренний продукт у нас в этом году упадет на 0,2%, теперь же сходится во мнении, что никакого спада не будет. Прирост к концу декабря составит 1,6%. На следующий год Всемирный банк пророчит российской экономике рост еще на 1,3%. Поводом для столь оптимистичных оценок экономики страны, нагло добиваемой Западом, послужили и официальные данные Банка России. Так, во втором квартале загрузка производственных мощностей, по оценке ЦБ, достигла исторического максимума – 81%. Очень обнадеживающие показатели обнаружились у добывающих и обрабатывающих предприятий, а также в строительстве 77-7%. Аналитики Центробанка отмечают усилившуюся инвестиционную активность и, что еще немаловажно, сегодня фабрики и заводы в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения. Как никогда активно наращивают ударные темпы и модернизируют производство. Институт экономической политики имени Егора Гайдара, отличающийся особой сдержанностью в оценках отечественной экономики, также зафиксировал рекордные темпы ее восстановления. По оценкам аналитиков, и в России лидирует производство бумаги и бумажных изделий, текстиля и одежды, хорошо растет выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, готовых металлических изделий, мебели, электрического оборудования. Речь идет о приросте на десятки процентов, чего никогда раньше в отечественной промышленности с ориентиром на внутренний спрос не было. Словом, российская экономика оживает и не перестает удивлять и наших, и западных экспертов. Оптимистичные сценарии обычно связывают с повышением государственных расходов на нужды и социальные выплаты, устойчивостью объемов внутреннего потребления. Но какие бы догадки не строились, деловая активность в производственном секторе России растет седьмой месяц подряд. И с этим никто уже не спорит, как и с тем, что локомотивы европейских экономик отправлены на запасные пути. Международное рейтинговое агентство Global отмечает, что спад европейского валовый внутренний продукт лишь набирает силу, рецессия становится все более вероятной. Во Франции заявляют об обрушении ее экономики. Британская The Telegraph пишет, что Германия превратилась в самое слабое звено Евросоюза. Это подтверждает и отчет Института экономических исследований Мюнхенского университета. Как тут не вспомнить мудрую поговорку, за что боролись, на то и напоролись. Почему Байден так цепляется за власть? Это же что-то шокирующее. Каким-то чудом на самом деле. Не чудом. Потом объясним он договорился с ведущими губернаторами от партии и тут же получил бан от самого Дисней. Внучка великого мультипликатора вышла и прямо сказала, что ни цента не даст демпартии США, пока Байден баллотируется от нее в президенты. И тут же Байден сказал, что не намерен сниматься с гонки. И тут же Байден перепутал. Что вообще происходит? Есть ли какой-то предел этому позору? И главное, почему молчит сама демпартия США? Неужели они не понимают, что осенью потерпит сокрушительный разгром? Чего мы не понимаем в этом раскладе? Какие есть скрытые пружины, благодаря которым Байден все еще в седле, а точнее на троне? И вот тут все очень интересно. Гражданский раскол в США на две половины. Это старая реальность. Сегодня наступил глобальный раскол среди самих демократов. И причина тут, как всегда, простая и понятная. Деньги и власть. Но вот механизм этого в России не понимают. А там все просто. Дело в том, что в США есть очень четкий порядок. По сравнению с тем, что у нас это просто вызывает умиление. Там просто все на поверхности, официально и очевидно. А именно, действующий президент, это и есть глава партии. Точка. Причем любой, хоть демократической, хоть республиканской. В этом смысле у них такая вертикаль власти, что все становится ясно и понятно. Но это президент. А как быть с оппозицией? Кто является главой партии, когда Белый дом достался не ей? Тут тоже все очень просто. Кандидат в президенты, который прошел через процедуру праймерис. Глава демпартии США сегодня – Байден. Глава республиканской партии – Трамп. Но барабанная дробь. А что будет, если вдруг кандидат сменится, если Байден сам выйдет из гонки? И мы приходим к самому главному ответу. Если кандидатом в президенты от демократоров будет уже не Байден, то и главой демпартии будет уже не он. То есть, когда мы тут в России, не можем понять, да в чем проблема-то? Почему они не могут поставить другого кандидата? Нормального? Он им выиграет Белый дом, и все будет хорошо. Так вот, другой кандидат уже не им выиграет Белый дом, а совсем другим людям. Потому что Байден, естественно, он не один. Вслед за Байденом уйдет, а точнее, без малейших колебаний будет отправлена в отставку вся нынешняя верхушка демократов, вся их старая гвардия, так сказать. Вот в чем реальная причина. Москва и Тегеран прорабатывают возможность огромных, до 110 миллиардов кубических метров в год газовых поставок в Иран. В перспективе это поможет России выйти на газовый рынок Индии, сообщили в новостях. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финниверситета при правительстве РФ Станислав Митрохович, а также облегчит ведение газовых переговоров с Китаем. Пока это не контракт, это лишь соглашение о намерениях, напомнил эксперт. В Иране и своего газа достаточно. Правда, там добыча сконцентрирована на юге страны, а существенная доля потребления, на севере, и в какой-то мере Газпром мог бы поучаствовать в газификации северных территорий Ирана. Для этого еще в конце июня между Газпромом и Национальной газовой компанией Ирана был подписан меморандум о возможности трубопроводных поставок голубого топлива из России в Исламскую республику. Сейчас министр нефти Ирана Джавада Ауджи раскрыл детали соглашения. Предполагается построить газопровод по дну Каспийского моря мощностью почти 110 миллиардов кубов в год. Это больше, чем совокупная мощность двух северных потоков и сопоставима с объемом экспорта Газпрома в Европу до 2022 года. Поставки в таких объемах покроют примерно 45% потребления газа в Иране. Иранскому рынку столько газа попросту не нужно, озвученные объемы поставок до 300 миллионов кубов в сутки для этой страны явно избыточны, уверен Митрахович. В этом случае речь может идти о выходе на рынки соседних стран и в первую очередь Индии. В этой стране самое большое в мире население и закупки газа здесь будут только расти. Поэтому строительство газопровода из России в Иран по дну Каспийского моря в перспективе вполне можно оценить как совместные усилия Москвы и Тегерана по выходу на индийский рынок. Правда, для этого придется тянуть трубу через Пакистан, что представляется довольно сложной геополитической задачей, в этой стране довольно сильное влияние США. Альтернативным маршрутом может быть подводный газопровод, допускает эксперт. В свое время даже был такой меморандум, но этот проект пока никак не проработанный, о сроках его реализации ничего не известно. Поэтому пока в практической плоскости рассматривать строительство сверхмощного транскаспийского газопровода не стоит, но даже в таком предварительном виде он может принести и нашей стране ощутимую выгоду. Российско-Иранское соглашение пока выглядит как манифест Газпрома и впредь разворачивает свою активность в сторону глобального юга и юго-востока, и прежде всего в сторону Индии, считает Митрахович. В случае реализации проекта Россия получит двойную выгоду. Помимо того, что мы обеспечим себе новый, огромный рынок сбыта, Россия уйдет от монополии одного покупателя, Китая. Даже сам факт наличия такого соглашения, пусть и не обязывающего, уже облегчит нам газовые переговоры с Китаем. Еврочиновники доводились санкции против нас. Тамошние бизнесмены из-за неподъемных счетов за газ начали уносить ноги из Европы, сворачивать бизнес и переносить производство в США. Перенести завод – решение серьезное, если бизнесмены начали это делать, значит они убедились, что найти замену российскому газу у европейских политиков не удастся. Евробюрократы обещают найти альтернативу русскому газу, когда многие уже обанкротятся. Да и можно ли им верить и где гарантия, что найдут? Дадут ли вообще штаты Европе найти газ? Ведь отток производств, капиталов и специалистов из Европы в США выгоден Америке.